Спорт как норма жизни. Под этим лозунгом в селе Новое Суздальского района прошло открытие новой многофункциональной спортивной площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом. В торжественной церемонии принял участие и губернатор области. На церемонии открытия Владимир Сипягин также наградил и стипендиатов региональной премии «Надежда земли Владимирской». Среди них и Дмитрий Степанов. В свои 18 лет он уже мастер спорта, а также чемпион России по пауэрлифтингу. По словам уроженца Сила Новая, эта площадка только поддержит желание местной молодежи заниматься спортом. Тут много парней, от моего возраста играет, тут уже играли. Им она очень пригодится, потому что они любители поиграть. Большинство любителей в футбол поиграть, в баскетбол. Площадка 800 квадратных метров стоит более 5,5 миллионов рублей, из которых 4,5 миллиона – это деньги из областного бюджета. Построили ее в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» за три месяца. Площадка многофункциональная, то есть играть на ней можно в разные виды спорта. До этого в селе можно было встретить только уличные тренажеры, и то в минимальном количестве. По Владимирской области мы полностью выполняем федеральный проект «Спорт. Норма жизни», национальный проект «Демография». Финансовые средства, которые предусмотрены в бюджете на 2020 год, составляют около 280 миллионов рублей. Эти финансовые средства предусмотрены для строительства большого количества спортивных объектов. И Владимирская область находится в числе лидеров выполнения национального проекта. Уверен, что мы так и дальше будем держать эту высокую планку. Это заслуга, конечно же, и администрации области, и руководителей муниципалитетов. По словам же главы местной администрации, начиная с 2016 года, это уже четвертая площадка в Суздальском районе. И на достигнутом никто останавливаться не собирается. В будущем мы проектируем спортивные площадки также в сельской местности. Следующий у нас это поселок Садовый, славный с своими спортивными традициями. В первую очередь это самбо. Там из зала спортивного вышел не один чемпион мира и Европы по самбо. То есть они футбольная сильная команда. Также мы занимаемся, в этом году мы сдаем в городе Суздале стадион «Спартак». Его заканчивается реконструкция благодаря области. К слову, в будущем в новом селе также появится и закрытая волейбольная площадка. Договоренность между руководством района и области уже достигнута. Алексей Домнин, Артем Михалюта, Шестой канал.